Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Мне 24 года, встретила мужчину, ему 35, но ни внешне, ни в мышлении он не тянет на 35. Как говорится, молод в душе. Пацан, пацаны вам нравятся, правда, взрывы друг к другу. Он и я разведен, и у нас пока ничего не было, только присматриваемся, но не успели привыкнуть друг к другу. В связи со своими прошлыми, больными и обольными отношениями, я перестал доверять людям вообще, в том числе мужчинам. Он в постель не тянет, наоборот, ему интересно общаться гулять, проводить время вместе. Говорит, давно не было так хорошо с девушкой, что в душе, как ребенок стал, появилась мотивация во многом. Но при этом никаких планов не строить, да я тоже. Поначалу меня ничего не смущало, хотя пару недель появились мысли, а оно мне надо. Взрослый мужчина, я еще молодая, возраст стал смущаться. Думаю, что со смертником по возрасту будет лучше. Или я ошибаюсь, возраст не главное. Но меня родные не поймут, если узнают. К слову, воспитана приличная девушка и спокойная, домашняя. Живу временно с дочкой у мамы и бабушки. И даже идти с мужчиной на встречу, это надо оставлять дочку с кем-то. Объясняться куда с кем, на сколько пошла. Как же все это сложно, не справлялась с эмоциями. Вроде все хорошо, хочется кричать и плакать. Как быть в такой ситуации? Я думаю, что в первую очередь вы, на мой взгляд, путаете несколько понятий. Первое, вы путаете домашность и домашнее спокойствие. Вы путаете, на мой взгляд, это с правильностью. С вашим таким довольно сильным желанием поступать именно правильно. Второе, на что бы я сделал акцент, это на то, что у вас как будто бы не выстроены личные границы с вашими родными. Иначе мне достаточно сложно, я бы сказал, объяснить то, по какой причине вы по факту отчитываетесь перед ними, куда вы идете. Так, как будто бы своей жизни у вас нет и быть не может. А вы должны там, условно говоря, ну все свое время, да, уделять внимание именно только лишь дочери. Следующий момент, это про то, что вы перестали, как вы говорите, доверять людям. На мой взгляд, это связано с тем, что у вас от людей имеют место быть некоторые надежды, некоторые ожидания. Вот, и соответственно, эти ожидания, я бы сказал, не оправдываются. Вы не оправдываются, точнее, они не оправдываются и вы с этих самых, получается, пор людям не доверяют. То есть вам сложно доверять, на мой взгляд, именно по такой, по той простой причине, да, что у вас есть ожидания. От людей, да, то есть рассчитываете вы на то, как люди будут вот себя вести, рассчитываете вы на то, как люди, ну, по вашему мнению, должны себя, там, условно говоря, с вами вести, ну, например, вот, а люди себя так не ведут и в итоге вот вам очень из-за этого, по-видимому, тяжело. Ну, я бы сказал, может быть, может быть, тревожно вам из-за этого, вот, может быть, вам обидно и так далее. Вот, конечно, еще, в том числе, немаловажным моментом является травма, травма развода. То есть, ну, как бы, то, что вы со своим мужем, получается, развелись, да, и вот в этом смысле, вероятно, вы травмированы. То есть, на вас это довольно серьезно, сильно, ну, могло повлиять. Вот. К сожалению. Большой момент. Этот момент, если он имеет место быть, а позже, как мне кажется, крайне важно прорабатывать. Вот. И последнее, наверное, о чем я бы хотел сказать, на что бы я хотел, ну, обратить ваше внимание. Последнее. Это то, что вы, как будто бы, вот знаете, слишком взрослые. То есть, вот, очень часто, как раз, люди, вот, кто называют себя такой вот, ну, такими домашними, да, спокойными, да, вот как вы себя называете, вот. Очень, очень часто возникает, как раз, такой момент, что люди достаточно плохо себя слышат. То есть, они, как бы, достаточно плохо знакомы, как бы, со своими чувствами. Вот. И все время, в какой-то степени, получается, требуют некой определенности. Вот. Ну, требует некой такой, скажем так, стабильности, да, вот давайте, давайте вот так попробуем это озвучить, чтобы нам с вами было более, так скажем, понятно. Вот. И это, в принципе, то, что, на мой взгляд, делаете вы. Вот. То есть, на мой взгляд, это как раз, это как раз ваша история. То есть, на мой взгляд, это как раз ваша история. Вот. Вот. На мой взгляд, это ваша история в смысле того, что вы как раз таки пытаетесь, пытаетесь получить в какой-то степени, вот, подтверждение, да, успокоение, какую-то гарантию. Вот. Вы пытаетесь получить. К сожалению, к сожалению, конечно же, вы этого не получаете, потому что, ну, никто вам, как бы, гарантироваться ничего не может. То есть, это нормально, это естественно. Вот. И вы, как бы, с одной стороны тревожитесь, а с другой стороны, ну, грубо говоря, не полагаясь на себя, да, то есть вот на себя вам положиться как раз довольно, так сказать, нелегко по этой причине. Вот именно по этой причине вам очень нелегко на себя опираться, нелегко, нелегко на себя полагаться, потому что нужно здесь опираться. Нужно опираться здесь как раз на свои чувства, вот, здесь нужно опираться как раз на свои эмоции, вот. Вам это сделать нелегко, ну, точнее, я думаю, что просто у вас нет такой, так скажем, практики в этом вопросе, вот. И вы, эм, об этого уходите, вот, уходя об этого, вы уходите и от, эм, самой себя, конечно же. И в итоге, в общем-то, максимально, ну, максимально, так скажем, простое взаимодействие с мужчиной, да, который ведет себя по отношению к вам, так скажем, максимально, ну, прилично, прилично, да, назовем это так. Даже по отношению к нему у вас есть определенного рода претензии. Вот, то есть вам как-то тяжело это все дается. И, на мой взгляд, вот, на мой скромный взгляд, вам нужно развивать в себе в первую очередь эмоциональную сферу. Вот, потому что, вот, например, вот это, эм, вот это, вот это, эм, такое, эм, чувство, когда, вроде бы, вот, ну, вот вы и говорите, да, сами что, что, э, вроде бы все хорошо, вроде бы. А вам как-то вот хочется, да, как это говорит о такой, знаете, э, 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 э э, э 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 вот как раз не выражена агрессия, и соответственно вы с ней, судя по тому, что я могу делать, судя по тому, что я могу видеть, точнее, вы с этим ничего не делаете. То есть вам, вы просто говорите, что вот, ну да, все сложно, ну да, все как бы там, все тяжело, говорите вы, ага, действительно, но при этом как бы вот не высказываете, да, и свою позицию как бы, как бы не защищают. А ваша позиция, она, ну в целом как бы нуждается в защите, ваша позиция в целом она нуждается в том, чтобы ее отстраивать. А вот как раз для обстраивания своей позиции вы не делаете ничего. Ну или делаете, но в данном случае, это вот, что называется, очень мало делаете. Вот. То есть в принципе, как бы, эм, ну, считаете себя либо обязанной, либо, ну, скованной, скованной рамками, вот, рамками именно, эм, ну, в которые вы сами себя, эм, ну, покручили, так, так сказать. Вот. И, на мой взгляд, вот это вот вас, эм, ну, как бы, эм, душит, эм, сейчас. Ну, на мой взгляд, опять же, это вот, эм, только моя, эм, так скажем, эм, теория, да, это моя, эм, позиция, я в данном случае могу, эм, ну, понятное дело, как-то ошибаться и быть не, быть не, быть не прав. Вот. Поэтому, эм, сейчас, вот, эм, самое лучшее, эм, что может сделать для вас эм, психолог, эм, вот, эм, ну, вероятно, вот, что может, эм, самое лучшее, то, что может для вас сделать, эм, специалист, эм, вот, по, моему мнению, эм, эм, дать вам возможность, эм, выплеснуть, эм, выразить, эм, свои чувства, которые у вас есть, эм, вот. И, эм, эм, я думаю, что, после этого вам будет, эм, эм, легче, вам будет, эм, проще, эм, решать, думать, эм, эм, что делать дальше. По этому все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. За обратную связь. Эм, по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!